Бросают всё и бегут. Граждане Украины едут в Республику Молдова в надежде, что они будут в безопасности. На таможне в городе Атаки украинцы стояли в бесконечных очередях. Люди, которые приезжают, говорят, что едут к родственникам или что едут дальше. Люди в шоке и в ужасе от того, что произошло. Они взяли только документы и самое необходимое, оставив дома на волю Господа. Руслан родом из Киева. Мужчина рассказывает, что как только его разбудили взрывы, он забрал семью и сбежал от войны. Проснулись от взрывов и собрал семью, да и поехали. Ну, сейчас бомбят, вертолёты летят со всех сторон. Не знаю, надеюсь, что этот сумасшедший карлик всё-таки одумается и заберёт войска. Но никто не ожидал, что он настолько сумасшедший. Поскольку беременная жена не хотела уезжать без него, мужчина был вынужден эвакуировать свою семью, но говорит, что вернётся, чтобы защищать свою страну. У меня брат, участник боевых действий на Донбассе, и он остался. И я сейчас буду смотреть, как будет сложиться обстановка, но, конечно, надо будет возвращаться и помогать. Куда вы сейчас? Пока не понимаю. Сегодня утром Валентина и её семья бежали из Украины. Женщина направилась в Болгарию, где живут её родственники. Она сказала, что хотя ей удалось уйти невредимой, брат и её мужа со своей женой остались в Киеве, чтобы защищать город от русской армии. Сейчас к родственникам в Болгарию, а потом не знаю. Надеемся, что это закончится 2-3 недели. И либо этот Путин сдохнет, тварь, либо, извините, или он сдохнет, или же это всё как-то решится, не знаю, придут какие-то США, не знаю, Европы. Кто-то придёт и хоть кто-то что-то сделает, потому что это же невозможно. В цивилизованном вообще мире, в нормальной стране, и вот мы же не аборигены какие-то, да, мы не папуасы, на которых можно просто прийти и напасть. Мы, ну, как бы нормальные все люди, мы все православные. Другие украинцы также решили покинуть свои дома и бежать от российского оружия. Ну вот у бабушки свекрови страшно, ну больше, наверное, паника, чем страшно. Очень страшно за детей. Полностью всё, просто вот пришли, всё. По словам местных властей, в это время город Атаки пересекает всё больше украинцев, и многие жители готовы помочь беженцам. Увиделся поток граждан Украины, пересекающих автомобильный пункт пропуска Могилёв-Подольский, ОТАЧ, в городе у нас они не задерживаются, они проезжают его транзитом. Некоторые останавливаются, возможно, здесь у родственников, у нас много родственников, из которых проживают в городе Могилёв-Подольск. И не поступало пока никаких распоряжений по поводу того, чтобы обеспечить им какой-то как лагерь для беженцев или какое-то помещение для их временного проживания. Поэтому пока ситуация остаётся напряжённой, но стабильной. Некоторые жители Атак говорят, что готовы принять своих друзей и родственников. Я вам скажу, что это беда. В любом случае это неприятно. Военные действия, военные – это всё. Люди страдают. Ко мне все мои друзья есть, их очень много есть. Пусть приезжают, я всех готов разместить, помочь им и всё остальное. Республика Молдова окажет помощь беженцам из Украины. Сортировочные пункты организованы в пунктах пропуска Паланка и ОТАЧ. На первом этапе центра размещения могут принять несколько сотен человек, которые обратятся за защитой в Республику Молдова. Но в случае необходимости будут задействованы центры, способные принять десятки тысяч человек.